Бюджет Ненинского округа на 2017 год сохранит социальную направленность. Об этом глава региона Игорь Кошин заявил в ходе прямой линии, которая сегодня прошла в эфире радио Нарьинмар-ФМ. Глава региона рассказал о том, какие задачи ставит перед регионами федеральный центр, какая помощь будет оказана субъектам и о переходе на проектный метод работы. Кроме того, Игорь Кошин ответил на вопросы жителей округа. За 50 минут прямого эфира поступило 9 звонков от жителей Нарьинмара, Нельминого носа, Лабожского и других населенных пунктов. Жизнь в современных экономических условиях диктует свои правила. Из-за падения нефтяных котировок недополучают средства и федеральный бюджет в целом, и бюджет Ненинского округа в частности. Поэтому сценарий финансового обеспечения корректируется с учетом поступающих доходов. Ненинский округ вынужден брать кредиты. На сегодняшний день госдолг региона составляет 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Между тем регион планирует привлечь еще один коммерческий кредит. По итогам кредитного аукциона право на предоставление региону денежных средств выиграл Сбербанк России со ставкой 10,35%. Кредит в размере 200 миллионов рублей станет последним в этом году. Если говорить про 2004-2005 год, бюджет округа был 4 миллиарда рублей. Сегодня он по расходам 19 миллиардов рублей. Вот и вся жизнь. Другого, к сожалению, здесь нет. Зарплата в 2004 году была 10 тысяч рублей. Сегодня зарплата совершенно другая. Если взять опять же 2005 год, весь бюджет был порядка 5 миллиардов рублей, то сегодня мы на образование, спорт и культуру тратим гораздо большую сумму, нежели 5 миллиардов рублей. На здравоохранение и соцзащиту мы сегодня тратим 4,5 миллиарда рублей. И это тоже факт. На сегодняшний день в условиях дефицита окружного бюджета мы умудряемся впервые за не один десяток лет обновить воздушные суда в нашем авиаотряде. Вот 30 сентября был юбилей, вот 30 сентября наши авиаторы пригнали новый вертолёт. Это же здорово. С 14 числа, вот сегодня Валерий Евгеньевич Остапчук, генеральный директор авиаотряда, докладывал, что с 14 числа он уже полетит и начнёт работать. Понимаете, мы были в НИСИ, прилетает самолёт ТВС-2МС. Он летит быстрее, комфортнее. Спрашиваю вы жителей, лучше самолёт, хуже. Значит, изменилось что-то. Он говорит, впервые из самолёта выходят люди без пакетиков. Понимаете, вот это же важно. Мы забрали в собственность Нинецкого автономного округа Наримарский торговый порт. Вы все видите, в каком состоянии он на сегодняшний день находится. Приводим его потихонечку в порядок. Сложно. На это требуются огромные финансовые ресурсы. Понимаете? Но если вся наша материально-техническая база рухнула, понимаете? Если Дом культуры в посёлке Искатели имели по 2-3 миллиарда, имели денег на счетах, мы не могли построить Дом культуры в посёлке Искатели. Понимаете? Вместо этого строили объекты, которые стоят сотни миллионов рублей на количество учеников, там в 2-3 раза превышающие потребности. Если мы строим очистные сооружения, но при этом забываем построить сети. Хотя, ну, второкласснику, понятно, изначально необходимо строить сети, а дальше уже очистные сооружения, ну и так далее и тому подобное. В округе построен завод Заполярье. Это позволит активизировать жилищное строительство в следующем году. Уже сегодня его продукция востребована на строительстве детского сада на авиаторов. Есть заказ и настрой материалы для строительства школы в том же микрорайоне. Кроме того, будет скорректирована проектно-сметная документация по строительству школы в посёлке Искатели с тем, чтобы использовать возможности завода. Несмотря на все сложности с бюджетом, в казне 2017 года будут предусмотрены средства на жилищное строительство. Игорь Кошин отметил, что бюджет следующего года будет непростым. Но, несмотря на это, он сохранит социальную направленность. Четыре пятых расходов окружного бюджета, это, ну даже чуть больше, это непосредственно образование, это здравоохранение, это социальная защита, это компенсации на тепло, на свет, транспортные компенсации, то есть вся эта сфера ЖКХ, и расходы на гос- и муниципальное управление. И небольшая, малая часть на жилищное строительство, на подготовку территории под строительство, содержание автомобильных дорог и так далее. Потому что мы ещё находимся в 600-м указе президента, мы должны продолжать сносить ветхое аварийное жильё. И жилищную проблему мы будем решать, как бы сложно нам это бы не приходилось. Поэтому бюджет в любом случае социальный. Бюджеты сегодня у всех территорий очень сложные. И, безусловно, в первую очередь принципы адресности. Вы знаете, когда мне периодически говорят, что кто-то на очень дорогих иномарках приезжает, получает ежемесячно какое-то пособие на ребёнка, ну, наверное, это не очень правильно. Но кто действительно нуждается, у кого нет возможности, а мы первым вопросом касались проблематики трудоустройства, у кого нет возможности и нет высокооплачиваемого рабочего места, конечно, бюджет должен помогать. Но я хочу опять же сделать акцент на том, что основная обязанность по воспитанию детей, она принадлежит, конечно же, родителям. Государство должно помогать и создавать возможности. В рамках прямого эфира жители округа подняли и вопросы трудоустройства. На сегодняшний день на бирже труда состоят 519 официально безработных. В свою очередь, Центр занятости предлагает 590 вакансий. Понятно, что там есть вакансии, связанные с узким профилем, это так называемые врачебные вакансии, но есть и многие другие. И я до сих пор пытаюсь разобраться, почему у нас эти вакансии не заняты, которые предоставляются. Отчасти есть нежелание работодателей брать каких-либо специалистов, но отчасти есть и нежелание желающих получить работу устроиться по той либо иной специальности. Поэтому вот этот баланс нам очень сложно свести, но на следующий день вакансии есть. И вакансии реальные. Игорь Кошин отметил, что на различных объектах трудится много приезжих граждан. В пример, глава региона привел ситуацию в Нижней Пёше. Там на строительстве школы из 33 строителей работают всего трое местных жителей. Желающих работать из местного населения немного, и это факт. С начала года от нефтяников получено порядка 200 вакансий, а трудоустроено только 60 человек. Развеять слухи главу региона в ходе прямой линии попросили работники детского сада «Гнездышко». По словам Ольги, которая дозвонилась в эфир, в детском саду собираются сокращать климатические надбавки с 80 до 50 процентов. У нас на следующий день ситуация в следующем. Окружные все получают 80, по федеральным у нас получается, некоторые получают 50, потому что они руководятся своими, в принципе. Вот мы ничего планировать, менять не собираемся. Я вам больше скажу, у нас даже не обсуждался нигде изменение вот этих северных районных климатических коэффициентов. Поэтому для меня это новость, но буду знать. Слухами в прямом эфире поделились и работники Наринмарского АТП, мол, предприятие хотят кому-то отдать. Игорь Кошин пообещал обратиться с этим вопросом к мэру города, в чем видение и находится АТП. Кроме того, Игорь Кошин взял на контроль и вопрос с освещением новой дороги на авиаторов. Валентина Излабужского обратилась к главе региона с вопросом о газификации населенного пункта. На сегодняшний день у нас подписано соглашение с «Газпромом», есть общая схема газификации. И сегодня смотрим по финансовым возможностям «Газпрома», и по финансовым возможностям нашим, и по финансовым возможностям населения. Готово ли население по тем ценам, которые в итоге получаются, за этот газ платить? И кто должен компенсировать эту разницу? Вот эту работу мы, как только мы эту работу завершим, мы доведём все эти цифры до населения, дальше вы будете принимать решение. Если вы готовы к этому, то, значит, мы будем дальше двигаться. Потому что на сегодняшний день – это миллиарды рублей. Вот в чём суть. И в любом случае за подключение населению придётся платить. Поэтому это не бесплатное удовольствие, к моему большому сожалению. Поэтому мы на финишной прямой уже находимся, как только все эти расчёты, мы их официально публикуем, и дальше население будет принимать решение. Главная задача, которая стоит на сегодняшний день, отметил Игорь Кошин, в завершении прямой линии состоит в том, чтобы существующий рынок труда был занят местными жителями, а работодателям должны быть созданы равные условия. Кроме того, стоит задача по профессиональной подготовке кадров в местных учебных заведениях. На сегодняшний день учащиеся ПТУ осваивают профессию водителя трекола в планах обучения сварочному делу. На сегодняшний день для работы в Тундре существует 7 тысяч рабочих мест. Округ должен получить там как минимум 2 тысячи. Здесь важна личная инициатива каждого жителя округа.